Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Злой рок или нелепая случайность? В Гомеле на шестом переулке Ильича второй раз за год горел коттедж. На этот раз жертв избежать не удалось. Пожар случился в половину второго ночи. К моменту приезда подразделений МЧС открытым пламенем горела кровля двухквартирного кирпичного жилого дома. При разборе завалов на полу в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяина строения 62-летнего пенсионера. Примечательно, что в конце текущего года в июле месяце в соседней квартире этого домовладения уже происходил пожар. О причинах же сегодняшнего пожара разберется следственно-оперативная группа. Хотя одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Опыт вождения имеет значение. В Лельчинском районе на автодороге возле населенного пункта Ляпляны на своих автомобилях столкнулись две женщины. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения, находилась 29-летняя водитель. Как сообщают в ГАИ, женщина не учла габариты своего автомобиля и ширину проезжей части. Из-за чего выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем марки «Фольксваген». В результате дорожно-транспортного происшествия женщины-водители получили телесное повреждение и были доставлены в Лельчинскую центральную районную больницу, откуда одна из женщин была госпитализирована в хирургическое отделение, вторая отпущена домой. А в Гомельском районе на 28-м километре трассы М-10 решающим фактором ДТП стало отсутствие фликера на пешеходе. 72-летнего мужчину сбило фуру. Как рассказал водитель, пенсионер находился на краю проезжей части. Сейчас следователи разыскивают очевидцев наезда. Сотрудники управления по наркоконтролю проводят мониторинг мест массового отдыха молодежи, а для большей результативности берут с собой кинологов с собаками. В Калинковичах очередная такая проверка закончилась с задержанием 21-летнего минчанина. Зайдя в кафе, служебная овчарка по кличке Дора сразу указала на него своему хозяину. При обыске у гостя из столицы обнаружили марихуану. Несколько граммов высушенного наркотического вещества были завернуты в тысячерублевую купюру старого образца. Парень прятал ее в кармане. А уже в Минске при обыске гаража подозреваемого был обнаружен еще один сверток с травкой. Возбуждено уголовное дело. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.